сейчас в америке по моему время достаточно ранее ранее утром и он вот выходит нам на связь михаил да добрый день добрый день всем рустам наташа спасибо что вы пригласили меня на конференцию если меня слышно правда слышно слышно отлично ну в общем то что тут рустам рассказал так сказать это в анонсе написано наверное это все так оно и есть дело в том что я я прошу прощения во первых я не вижу у меня нет ссылки на youtube то есть я не вижу людей если будет наталья или рустам будет озвучивать вопросы я буду отвечать потому что я что-то там не успел подсоединиться значит у нас чикаго 6 утра сан-франциско лос-анджелес 4 утра так что еще рановато я нахожусь в офисе так что я специально приехал для того чтобы в общем то быть в рабочей обстановке могу сразу предупредить о том что я вообще-то говоря не гуру хотя родился 30 числа а те кто родились 3 12 21 и 30 это тройки в общем-то я довольно много раз был в индии и я как-то стал для себя это дело все изучать и астрологию нумерологию там кое-что там хирологию и так далее ну не это помогает моей работе поэтому на всякий случай есть если есть желающие то нет вопросов по поводу того чтобы быстренько им там скажем посчитать все это я сейчас буквально быстро расскажу почему и для чего это надо как я это вывел для себя но дело в том что вот проживший я на территории советского союза 40 лет я прожил там и еще в общем то на пороге того как она как он развалился точнее я вот переехала в чикаго в соединенные штаты и здесь я живу уже 24 года но в промежутках я посещаю действительно там различные страны частный севасток там дело тонкое сами знаете так вот но в индии бываю в бразилии я потом расскажу немножечко о чем идет речь но я так сказать проживший там там где-то еще там я имею возможность в общем то все это дело как-то сравнивать и делать какой-то свой анализ так вот если говорить о том что если говорить о том что как и вообще для чего мы так скажем живем и проходим свои жизненные уроки то есть такая история знаете 5000 лет назад пришел на землю аватар его звали бригумуни и он решил дать людям астрологию понять астрологии почему но астрономия мы все как-то в школе проходили в самом случае я проходил и все знают про планеты но планета они это местоположение на небе это мы знаем вы в курсе дела вы в нетворке наташа она является физическим астрологом поэтому то в общем то вы должны все это дело знать а вот сами планеты которая влияет на нас это и есть то что называется астрология ну и как ни странно мы все находимся под влиянием планет причем всех планет но в какой-то степени больше или меньше это все зависит от того от персональности персоналите человека от его факторы знаете да дата рождения место рождения время рождения и вот бригумуни начал объяснять народу который жил то время вот что такое астрология но сами понимаете 5000 лет тому назад в соответствии с ведами на землю пришла калиюга но вы знаете да есть сайте юга трейта юга папара юга калиюга это период четыреста двадцать семь тысяч лет будем так говорить вот 5000 лет 432 тысячи простите и 5000 лет уже так сказать ну чуть больше прошло и вот люди а калиюга знаменует зачем что люди которые живут они так сказать находятся в игноринс это по-английски тамос это по на санскрите или невежество это на русском языке но невежество это не такое плохое слово это просто незнание поэтому надо к этому относиться нормально то есть люди стали короче говоря терять память они перестали так скажем понимать так как это было в сатью и вот он объяснял 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 никто ничего не понял он махнул рукой еще раз повторяю эта история которая ну так одна из гипотез и он решил дать людям хиромантию я общался очень тесно был такой человек сожалению шел где-то полтора года тому назад игорь иванович ветров он многие наверное знают я с ним очень тесно общался потрясающий брат там врач санкт-петербурге у него была своя аюрведическая клиника хан бантари и он великолепный был астролог и мы с ним на эту тему общались он говорит хиромантия это неправильное слово это надо называть вообще-то говоря хирология вот короче говоря вот бригуму не стал объяснять хирологию ну та же самая история кто-то что-то понял в основном никто ничего не понял он плюнул так сердца и говорит ну ладно давайте упростим и он начал давать людям нумерологию кстати единственная наука которая вот с ведических времен осталось очень и очень мало каких-то источников информации что такое ведическое нумерологии их много есть традиционная западная нумерология есть халдейская нумерология вот много вариантов ну сейчас не будем углубляться но что самое интересное поскольку люди стали забывать опять же и считать стали плохо то есть потом понятно появились калькуляторы это не упрощает это усложняет на самом деле потому что письменность там все это это не потому что письма нас появилась как-то люди стали записывать там все это а раньше они запоминали причем запоминали там буквально все там прочитать можно там ну не знаю там шлоки это называла целую поэму они в слово в слово могли повторить моментально но короче говоря и тут не прокатило вот тогда абрегуму не говорит ну ладно ребят совсем упростим и он создал гороскоп всех людей живущих на земле ну это непонятно как но вообще-то говоря значит есть такое понятие акаши акаши на санкрите это эфир вот есть пять элементов это мы знаем вот самый тонкий элемент это акаши акаши это эфир да и вот там где-то там торсионная поля сейчас это все физика это все понятно все известно и торсионная поля об этом в этом слой информации она сама вот передается 800 тысяч раз по моему больше чем скоро скоро света то есть там хранится вся информация о нас о наших предыдущих воплощениях но если есть прошлое то есть и будущее поэтому ему ничего не стоило же все-таки аватар вот он же все это знал поэтому он дал людям и вот вы знаете есть я был в индии два раза даже я был там меня познакомили мне так повезло с одним человеком его тоже зовут брибу не муни а бриг и там дедушка такой старенький ему там за 80 лет когда я первый раз посетил по двенадцатом году это было и вот приходишь туда там тебе дают тест надо выбрать там что такое там кита кружочки нарисованы ну я попал с первого раза там три попытки даются если попал значит тебе достают с полки так сказать фолдер фолдеры находится файл грубо говоря так по-близски да ну а по-простому достают с полки пачку там стоит нумерация он сверяется со своими какими-то записями на меня он посмотрел один раз в течение там пяти секунд он посмотрел на мою руку ну да то рождение написал он ничего не вычислял как я допустим вот я смогу вычислить вот у меня тут стоит пару компьютеров и вот компьютер ну сегодня все программы и знаете а раньше программ то не было никаких компьютеров то не было то есть все вычислялось с помощью вот а то и в уме все это дело вычислялось в общем то и я даже могу это ну как бы делать технически в уме посчитать просто чуть дольше это займет ну и вот и зачитывается гороскоп мой гороскоп я там был более того я был и жена там сидела рядом потом еще там пару человек было я присутствовал при всем этом вот берет с полки и читает и он рассказывает всю мою жизнь ну до этого момент но не только до этого момента еще после этого то есть как это все происходит совершенно невероятно короче там есть четыре человека так говорят вот 4 вот такие хранители вот эти гороскопы ну и когда люди туда приезжают им зачитывают ну там 15 глав есть и так далее я в это дело не буду углубляться это если будет какие-то потом вопросы пожалуйста ну короче говоря ведическая мудрость гласит таким образом предназначение каждого человека быть счастливым но я для себя как бы счастливым но это надо как-то вот сатьюгу все были почему-то счастливы наверное потому что соблюдали законы но не наверное по именно поэтому вот сегодня законы создаются для того чтобы их нарушать но существует законы не нами придуманные людьми и существует законы которые я включился я включился там я смотрю так вот существует законы которые не на патре не нами придуманы они высшие законы и вот их то точно надо соблюдать потому что это есть такое понятие которое конечно же все знают это называется карма вот карма это причинно-следственная связь но мы можем нарушать законы а потом получить так сказать реакцию на то чего мы совершили поэтому первое это надо понимать второе как бы знать так чтобы не нарушать законы существует интересно еще одна есть так сказать поговорка мудрецов ну многие знают но знаю только две части вот я вам расскажу третью часть дурак учится на своих ошибках умные учатся на чужих ошибках а вот третья часть не все знают или мало кто знает а третья сейчас это и том что мудрец их никогда не делает никто сегодня этого не понимает как можно никогда не делать ошибок тогда те времена были люди которые не делали то есть это были мудрецы это высшее сословие как мы знаем существует до сих пор на востоке в индии в частности существует касты да ну так по-русски вот там называется товарные на санскрите но не имеет значения то есть четыре вот кассы и вот первая каста это каста браманов брахманы вторая каста это кшатрили это но браманы это понятно это священнослужители какие-то это фараонов были жрецы у царей были визири это вот те люди которые е должны знать сейчас как-то мы сейчас не будем про наше время потому что сегодня мир стоит наоборот не на ногах она просто поэтому сейчас мало людей которые знают хотя они где то есть вот но сегодня тем не менее к ним относятся к этим высшему сословия относятся учителя учителя это те самые гуру которая по идее если они конечно понимает это те как раз которые родились 3 12 21 30 почему потому что тройка это юпитер юпитер и табуру ну акуру он как бы во первых учится во вторых он учит но комбинации эту 4 вот комбинации тройка 2 3 3 12 21 30 существует нюансы поскольку из двух цифр и сотеят и так далее так вот это ведические астрологи это ведические психологи не только ведические кстати это современное не имеет значение это нумерологи ну вот я в какой-то степени я как-то но опять же я не не консультант не считаю себя хотя не отказываюсь если просят но не люблю честно скажу у меня предназначение другое дело в том что в нумерологии пускай наталья меня извинит это все очень и очень просто упрощенный рассказывал значит от высшего пошли вниз и вот нумерология там просто там существует две цифры первое это дата рождения то есть число когда человек родился а второе это но время тут имеет значение тут есть нюансы сейчас не до нюансов в общем и целом существует еще вторая цифра это кармическая цифра будем так говорить число судьбы и он называет по-разному я называю кармическое все-таки я как-то ближе к ведам поэтому для меня такие слова санскритские они для меня ну более менее понятно да так вот перейдем к следующему к шатри военачальники полководцы президенты путин обама вот это все эти люди которые к шатри причем самое интересное есть один нюанс который не мало кто понимает президент он выбран народом как бы не было он выбран народом и не мы лично его как бы и не нам его судить поэтому любой президент который выбран народом а он таки да выбран народом не может весь народ как-то как-то где-то что-то там все то обмануть там и так далее поэтому не стоит не судите да не судимы будет тем более такие высшие лица вот ну короче говоря это вот таким образом к ним относятся также руководители предприятий больших а вот руководители департментов или отделение да на этом предприятии они называются менеджерами и это люди которые зовут вайши 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 это купцы это землевладельцы это менеджеры сегодня торговцы вот это они находятся под влиянием планеты меркурий поэтому если они родились пятого двадцать третьего такого пятого двадцать третьего и по-моему по-моему все 5 23 вот они пятерки и у них есть способности быть менеджерами ну является ли они или нет мы этого не знаем и теперь мы переходим до ну а дальше вот самая последняя так сказать каста это шудры или рабочие и крестьяне это те кто работают это те кто работает за это получает деньги что самое интересное таких шутер у нас на земле 90 по моему чем-то процент почему потому что все идут на работу и все работают вот у меня есть статья кто хочет почитать ну не знаю давайте я просто процитирую я по моему она открыта совсем чуть-чуть это я по поводу того как зарабатывать деньги сейчас мы к этому перейдем и вообще для чего мы зарабатываем деньги если мы находимся режиссерами свои хотим быть режиссерами дирижерами своей судьбы и так далее но тем не менее мы находимся в этом материальном мире и нам надо работать только если для этого у нас способность и предназначение это уже вопрос другой да так вот не буду читать это долго короче говоря есть люди которые но предназначены они предназначены пахать ковать копать хочу копаю хочу не копаю да могу копать могу не копать знаете и вот давать помните ленинский лозунг власть рабочим и крестьянам но это все с ног с ног на голову понимаете вот каким то как раз нельзя было давать власть рабочим крестьянам что из этого получилось мы знаем вот я как раз на пороге этого и уехал вот так вопрос отключается вот чем а как узнать свое предназначение почему потому что логично предположить если мы хотим быть счастливыми то нам казалось бы надо делать то чем мы занимаемся ну если мы посмотрим на себя вот так честно в зеркало со всех сторон и забудем кто мы есть то вы зададите вопрос а занимаемся ли мы своим делом или нет а мы в нем удовлетворены и или нет ну понятно всем надо зарабатывать но понимаете как зарабатывать вот если человек должен быть счастливом нужно бытьى везде всегда и во всем и на работе в том числе то есть он должен от работы получать огромное количество счастья получает ли он счастья на работе ну насколько я понимаю максимум что он может получить удовлетворение счастье это такая субстанция субъективная субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok